МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшипшара. Сегодня президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание с членами Кабинета министров республики. Президенты и члены правительства почтили память Геннадия Гагуля минутой молчания. Несмотря на трагические обстоятельства, работа правительства и всех государственных структур должна быть продолжена, отметил Рауль Хаджимба. Как сказал президент, пока не будет принято иного решения, временно исполнять обязанности премьер-министра будет первый вице-премьер Даур-Аршба. Необходимая работа по индикативному плану должна быть завершена уже в ближайшие дни, подчеркнул глава государства. Думаю, все понимают ту ситуацию, которая сложилась сегодня в Абхазии, случилась большая трагедия для нашей республики, для всего нашего народа. И хотел бы, чтобы мы минутой молчания почтили память. При всем том сложном положении дел, ни на одну минуту работы правительства, всех наших структур не должны быть остановлены. Все, что касается наших мероприятий, которые должны быть реализованы в течение этих месяцев до конца года и в последующем, должны выполняться четко. На сегодняшний день, пока не будет принято другое решение, первый вице-премьер будет исполнять обязанности временно, задачи, которые перед нами стоят, непростые. Поэтому хотелось бы, чтобы мы знали бы, на нас с вами лежит ответственность за все то, что будет происходить в нашей стране. Задачи, я думаю, ясны и просил бы, особенно в части, касающейся индикативного плана. В ближайшие дни все те необходимые действия, которые должны быть произведены, должны быть завершены. В рабочем кабинете Геннадия Гагуля все по-прежнему, как и при жизни премьер-министра. На столе лежат его личные вещи, очки, ручка, блокнот с многочисленными записями, а также документы с указаниями и распоряжениями, которые так и не успел подписать Геннадий Леонидович. Премьер-министр шел в ногу со временем, читал современную литературу. На его столе всегда можно было найти книги по мировой экономике и управлению государством, которыми он часто пользовался. Рядом с фотографией Геннадия Гагуля стоит икона Божьей Матери ручной работы. Ее премьер-министру подарила делегация из Иордании. Геннадий Гагуля был человеком чести и достоинства, настоящим патриотом своей страны, который всю свою жизнь посвятил служению Родине. Именно так говорят о нем сегодня друзья и коллеги. Это был для меня очень близким, дорогим человеком. Могу сказать, что это был настоящий патриот своей страны. Это был человек с большой буквы. Человек, который безогранично любил свою страну, свой любимый город Кутауту. Последние три месяца я имел счастье работать под его руководством. Должен вам сказать, что это был высочайший профессионал, человек чести и достоинства, человек, который принципиально относился к своей работе. Я не припомню ни одного случая, чтобы я не приходил к нему в кабинет и не получал бы исчерпывающий ответ на все поставленные вопросы. Работал я с ним очень легко. Человек исключительно принципиально был в своей работе. Я не припомню ни одного дня, чтобы полдевятого утром он уже не был в своем рабочем кабинете. И мы почти каждый день уходили с работы вместе. И раньше от восьми и девяти вечера он никогда не вжал к Севгудауту. Конечно же, многое было сделано за период его работы. И очень жаль, очень больно, что в принципе недоделанных работ осталось много. Очень близко знаю его семью. Должен вам сказать, что это был прекрасный друг, товарищ, прекрасный семьянин. Очень добрые, очень красивые, чистые люди, члены его семьи. Конечно, я сочувствую им, сочувствую всей своей стране. Человек за свою долгую жизнь оставил ярчайший след в истории своей Абхазии. Конечно же, его имя останется на все времена в нашей памяти. Премьер-министр Геннадий Гагулия будет похоронен 12 сентября в Гудауте. Этот день указом президента объявлен траурным. По решению Госкомиссии по организации похорон Геннадия Гагулия официальная церемония прощания состоится 12 сентября с 11 часов до 14 часов в Доме культуры города Гудаута. Геннадию Гагулия было 70 лет. Геннадий Леонидович Гагулия родился 4 января 1948 года в селе Лахне Гудаутского района. В 1972 году окончил строительный факультет Белорусского политехнического института. В 1986-1991 годах был председателем Гудаутской районной потребительской кооперации. В 1991 году был назначен председателем Государственного комитета по внешнеэкономическим связям Абхазской АССР. В 1992 году в начале Отечественной войны народа Абхазии Геннадий Гагулия был назначен на должность заместителя председателя Совета министров Абхазии. Во время войны по поручению главнокомандующего Владислава Ардзенба Геннадий Гагулия занимался вопросами снабжения фронта и тыла всем необходимым. После окончания войны в 1995-1997 годах был премьер-министром Республики Абхазия. С 1997 года являлся помощником депутата Государственной Думы Российской Федерации. В 2002 году Геннадий Гагулия возглавил Торгово-промышленную палату Абхазии. В 2002-2003 годах вновь занимал должность премьер-министра. В 2003-2004 годах был руководителем администрации президента Абхазии, а с 2005 по апрель 2018 года возглавлял Торгово-промышленную палату Абхазии. 24 апреля 2018 года указом президента Республики Абхазии Рауля Хаджимба Геннадий Гагулия был назначен на должность премьер-министра Абхазии. Благодаря Геннадию Гагулия Абхазию узнали во многих уголках мира. Об этом сказал в интервью абхазскому телевидению министр иностранных дел Даур Кови. Он отметил, что в признании Абхазии и Сирии есть огромный вклад Геннадия Леонидовича. Очень сложно, конечно, говорить о Геннадии Леонидовиче в прошедшем времени, говорить о его заслугах перед страной. Честно говоря, до сих пор очень сложно поверить в то, что его нету с нами. Это огромная трагедия для всего нашего народа. Конечно, если вспоминать деятельность Геннадия Леонидовича, это был человек, которым кипела энергия, который был очень инициативный. Очень много вопросов, связанных с представлением нашей страны на внешних площадках, были завязаны на его деятельности. Если брать период, когда он работал президентом торгово-промышленной палаты, Геннадий Леонидович со своей командой, они делали очень много для того, чтобы имя Абхазии звучало практически во многих странах мира. Это просто неуемная энергия, которую он вкладывал в то, чтобы представить достойно нашу страну. Но, несмотря на все вызовы, которые были перед ним и со стороны разных стран, посольств, очень много было преград, но, несмотря ни на что, Геннадий Леонидович все равно делал эту работу и делал ее достойно. Особо, конечно, хотелось бы отметить его огромный вклад, его заслугу в деле, связанный с признанием Сирийской Арабской Республики независимости Республики Абхазия. В прошлом году, в преддверии 59-й международной дамасской выставки, Геннадий Леонидович позвонил мне и сказал, «Даур, нам пришло приглашение на выставку в Дамаск, и есть информация, что руководители делегации будут встречаться с высшим руководством Сирийской Арабской Республики». Это был период, когда Сирия еще не признала Абхазию. И он тогда мне сказал, «Даур, давай мы поступим следующим образом. Мы, говорит, тебя включим в состав делегации, главой делегации, чтобы ты встречался как министр иностранных дел с руководством Сирии, и это будет правильно». Вот это маленький момент, который показывает, что Геннадий Леонидович в первую очередь всегда думал о том, что будет правильно и полезно для страны. Он не думал о том, чтобы каким-то образом свое имя преподнести. Он делал все как государственник. Как большого профессионала своего дела и человека, который внес неоценимый вклад в развитие экономики Абхазии, вспоминает Геннадий Гагуля, министр экономики Адгура Ардзенба. Геннадий Гагуля обладал удивительной способностью дипломатично решать многие вопросы. Благодаря ему было достигнуто несколько договоренностей с иностранными государствами. Отметил глава ведомства в интервью Абхазскому телевидению. Адгура Ардзенба отзывается о Геннадии Гагуле как о смелом человеке, хорошем организаторе, настоящем друге. Я его лично воспринимал как одного из соратников Владислава Гагуляевича Ардзенба, который в послевоенные годы занимался вопросами развития экономики. Вы знаете, очень может быть легко, когда государство развитое заниматься этими вопросами. Вот когда в послевоенное время, когда нет даже никакой надежды, можно сказать, у многих, заниматься такими вопросами – это большой героизм. Но находились люди ответственные, которые брали на себя эти вопросы. И одним из ключевых – это был Геннадий Леонидович. Есть такое выражение, что нет незаменимых людей. Но это не всегда правда. Потому что то, что делал Геннадий Леонидович, я сам тому свидетель, я сомневаюсь, что мы в ближайшее время сможем найти такого человека, кто сможет это делать. Потому что его работа за пределами Абхазии, когда он был президентом торгово-промышленной палаты – это неоценимый вклад, потому что вот даже если взять последнюю поездку в Сирийскую Арабскую республику, ведь немногие знают, что действительно благодаря Геннадию Леонидовичу мы первый раз туда и поехали в составе официальных лиц, где нас встречали на государственном уровне. Хотя тогда у нас не было дипломатических отношений, но нас встречали как равных. Мы встречались с профильными министрами, именно тогда мы как раз и познакомились с министром экономики и внешней торговли Сирийской Арабской республики. Именно тогда мы обсуждали вопросы восстановления беспощной торговли, которой сейчас удалось подписать соглашение. Это вот все заслуга именно непосредственно Геннадия Леонидовича. Если говорить о последнем этапе его профессиональной деятельности в качестве премьер-министра, я хочу сказать, что это невероятно комфортный человек в работе был. Это человек, который абсолютно во всем разбирался. Если он чего-то не знал, он глубоко вникал в эти вопросы, с ним было очень легко разговаривать. Мы часто спорили, обсуждая разные темы, но он был абсолютно современным человеком, абсолютно современным человеком, который очень хорошо ориентировался в том, что происходит в мире. Это был невероятно смелый человек, что вот меня подкупало как молодого человека. Он был очень решительный для принятия каких-то решений. У него была невероятная такая способность, он улавливал суть моментально и был смел на принятие решений, на поступки. Это очень важно действительно. Коллектив торгово-промышленной палаты Республики Абхазия выражает глубокое и искреннее соболезнование родным и близким в связи с трагической гибелью Геннадия Леонидовича Гагулия. Эта страшная трагедия затронула всех, кто его знал. Это огромная утрата для нашего коллектива. Геннадий Леонидович очень много значил для всех нас и как основатель, руководитель ТПП, и как человек, который очень многому нас научил. Говорят члены коллектива торгово-промышленной палаты, которую создал Геннадий Гагулия благодаря своим ярким организаторским способностям и активной жизненной позиции. Торгово-промышленную палату Абхазии Геннадий Гагулия возглавил в 2002 году сразу после создания организации. В том же году ему пришлось покинуть ТПП и занять должность премьер-министра Абхазии. В 2005 году он снова возглавил палату. За более чем полтора десятка лет Торгово-промышленная палата Абхазии наладила контакт с российскими деловыми организациями, с которыми подписано около 60 соглашений, а также соглашения с ТПП других стран. Под руководством Геннадия Гагулия было создано огромное количество международных торговых контактов. Благодаря деятельности ТПП, коммерческие связи были установлены по всему миру. Но все это было бы невозможным, если бы во главе организации не стоял бы такой преданный своему делу человек, как Геннадий Гагулия. Это был очень большой патриот своей страны, своей родины. Человек просто делал все для того, чтобы Абхазия могла добиться высоких результатов в рейтинге других стран. Это и вся его деятельность в ТПП была направлена именно на это. В моей жизни Геннадий Леонидович оказал большое-большое влияние. И я считаю его своим наставником, человеком, который много и в меня тоже вложил в том числе. Сотрудники ТПП Абхазии, с которыми Геннадий Гагуля проработал не один год, в один голос называют его выдающимся руководителем, которым мог найти общий язык абсолютно со всеми, вне зависимости от возраста. Это был человек, человеколюб. Невозможно было в него не влюбиться с первого общения. Я очень часто удивлялась, как и мои коллеги, которым посчастливилось быть с ним в разных рабочих командировках, как от первого общения люди в него влюблялись. Мы всегда спрашивали у него, Геннадий Леонидович, как вам это удается? Вас же совсем не знают, а вас так любят, так уважают. Сотрудники ТПП не могут скрыть свою боль. Это был не просто знаток своего дела, грамотный управленец, но и широчайшей души человек, говорят они. Мы спускались с ним, ехали навстречу, очень спешили. И увидел, женщина сидела на лестничной площадке и плакал. Он остановился, спросил, что с ней. Минут 15, несмотря на то, что спешил, слушал о ее проблемах, спросил у нее, голодна она или нет. И вытащил из кармана деньги и подарил ей. Он не знал ее вообще, кто она и что она. Но таких людей, которые приходили в палату, которым он помогал и которых он не знал вообще. И тех, кто знал, было очень много. Лучшей похвалой для нас был его молчаливый, одобрительный кивок, признаются члены коллектива Геннадия Леонидовича. Он научил не бояться ошибок, ведь они, как убеждал их Гагуля, неотъемлемая часть роста. Наверное, не я первая скажу, что он действительно в прямом смысле этого слова был уникальным руководителем. Он обучил нас очень многому. Мы шитья говорили ему, Геннадий Леонидович, вы научили нас делать не только дела по своей профессии, по своей деятельности, вы научили нас разбираться во всех сферах, с которыми мы сталкивались. Он был очень строгим и требовательным руководителем, но он был очень благородным руководителем. Любое дело, за которое брался Геннадий Гагулио, неизменно доводил до конца. Это был человек требовательный к себе. Того же он ждал и от своего коллектива. Мы отмечали 20-летие победы. Геннадий Леонидович очень бережно относился к памяти воинов и к памяти победы. И в честь этого организовали мероприятие и заказали из Турции печатную продукцию. Корабль прибыл, но мы не могли выгрузить эти книги, эти журналы, потому что был сильный шторм. И Геннадий Леонидович вызвал меня и сказал, что мы должны любыми путями это достать и вытащить груз. Когда я спросил, как мы это сделаем, он сказал, сядьте на лодки, на шлюпки, на катамараны, как хочешь, но вы это сделаете. И в итоге задание было исполнено. Геннадий Гагулио заложил тот фундамент ТПП Республики, который стал крепкой основой для ее дальнейшего развития и процветания. Он воспитал замечательное поколение профессионалов, которые, мы уверены, продолжат начатое им дело. В связи с трагической гибелью премьер-министра Геннадия Гагулио в посольстве Республики Абхазия в Российской Федерации открыта траурная книга. Об этом сообщает пресс-служба посольства. Все желающие могут оставить запись со словами соболезнования в траурной книге с 10 по 12 сентября. Сегодня сюда пришли и оставили свои записи в книге видны общественные деятели Тарас Шамба, Беслан Кобахи, глава 4-го департамента МИД России Алексей Павловский, первый посол России в Абхазии Семен Григорьев, другие представители российского МИД, представители абазинской диаспоры в Москве и многие другие. Посол Абхазии в России Игорь Ахба выразил соболезнования семье Геннадия Гагулио в связи с его трагической гибелью. Хочу выразить от имени посольства Республики Абхазии от себя лично всем близким Геннадия Леонидовича Гагулио соболезнования. В эти тяжелые дни мы скорби вместе со всеми ушел из жизни в силу рокового стечения обстоятельств видны политические и общественные деятели Абхазии Геннадий Леонидович Гагулио, который сделал для Абхазии очень многое период становления государственности в экономическом развитии. Соратник Владислава Григорьевича, первого президента Республики Абхазии. Геннадий Леонидович отличало его, с одной стороны, человеческие качества. Это отзывчивость, внимание, теплота. А с другой стороны, это высокий профессионализм и такой государственный, я бы сказал, подход ко всем делам. Методично выстраивая взаимоотношения как внутри Абхазии, так и за ее пределами. Я знаю Геннадия Леонидовича около 30 лет. И всегда наблюдал его такой серьезный государственный подход ко всем делам. В том числе и в работе посольства. Безусловно, это очень большая утрата, но заслуги Геннадия Леонидовича огромны. И мы будем всегда помнить Геннадия Леонидовича как верного сына абхазского народа, патриота, гражданина, теплого и отзывчивого человека. Сегодня и в представительстве Республики Абхазия в Турецкой Республике была открыта траурная книга. Как сообщил полномочный представитель Абхазии в Турции Вадим Харазия, с утра люди уже начали оставлять записи в траурной книге. В частности, свои соболезнования выразили представители осетинской делегации. Диаспора очень обеспокоена этой ситуацией и болезненно восприняла известие о гибели премьер-министра Геннадия Гагулия. Мы возлагали на него большие надежды, как на мудрого опытного политика, сказал Харазия. Траурная книга будет открыта три дня. Книга соболезнований сегодня была открыта и в Тирасполе в официальном представительстве Республики Абхазии в Приднестровье. Вооруженное ограбление отделения сберегательного банка Абхазии произошло в Сухуме вблизи Красного моста. По сообщениям ВД Республики, 10 сентября в 13 часов в дежурную часть УВД по городу Сухум поступило телефонное сообщение о вооруженном нападении на одно из отделений Сбербанка Абхазии. Ограбление зафиксировала камера видеонаблюдения отделения банка. Трое вооруженных лиц в масках, одеты в черную полевую форму, примерно в 12.40 ворвались в отделение сберегательного банка и под угрозой применения насилия завладели денежными средствами в сумме 200 тысяч рублей. В настоящее время сотрудниками следственно-оперативных подразделений МВД проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к завершению данного преступления. И в завершении выпуска на погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь с грозой, температура воздуха ночью 14-19, днем 22-27 градусов, температура морской воды 26 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Продолжение следует... Продолжение следует...